А вот это что сзади меня стоит? Разве это умерло? Нет, конечно. Не то, что тянутся. Они тянулись. Вообще не было никогда у людей, у народа от этого отказа или, скажем, отвержения. Народ вообще любой национальности и любого места Российской Федерации всегда ощущал свои корни. Всегда. Это придуманные какие-то истории, что вот типа это не модно, это не нужно, нет у нас никакой культуры и вообще ничего подобного. Это все придумки. Ну как это можно придумать? Разве людей можно заставить, скажем, петь то, что предки создали, то, что существует эта преемственность? Вот стоят сзади меня и молодые, и с возрастом, и мальчишки, и девчонки, и тетеньки. А посмотрите, они же поют как ладно. Так как год культуры, мне кажется, сейчас очень возможности есть большие, очень выгодная политическая ситуация об этом говорить. Понимаете? То есть поэтому фестиваль, он сам по себе, он, знаете, носит три таких основных, основополагающих, скажем, соединяющих части. Это как культурное, социальное и политическое. И все эти три, они просто взаимодействуют. Если культурное, то мы рассказываем о традициях, о разностях. Даже в Чувашию приехать, если поехать в один, другой, третий район, все равно там есть разность, понимаете? В диалекте, в костюмчике, в какой-то традиции, в еде. У одних там одна, другие другая. Даже вот, казалось бы, живут на одной земле рядом, а вот отъехал там 30 километров или 100, а у них уже есть разность. Значит, про что это говорит? Вот эти все моменты, они служат, знаете, вот для какой цели? Это как защита человека, как и береги. И они передаются, это здорово. Вторая часть, культурное, привлечение, значит, это культурно, сказать, социальное, привлечение огромного количества населения. То есть от детей до взрослых люди приходят, смотрят, улыбаются, стоя провожают, ощущают себя в какой-то большой единой семье. Что, знаете, есть возможность вот так пообщаться, ну, поаплодировать, это очень важно. Ну и, конечно же, политическое, потому что в этом есть идея нашего государства. И то, о чем говорит Владимир Владимирович, то есть надо обращать внимание на национальные традиции, корни любого народа, живущего в Российской Федерации. То есть нашу, искать национальную идею, которая находится в нас, в самих, в каждом человеке, понимаете, что ее искать, когда мы с ней живем всю жизнь. Надо только об этом заявлять. Вот, поэтому я думаю, что такой фестиваль, он очень важен. А Надежда Бабкина делает фестиваль «Песни России», объединяя национальные культуры всех регионов нашего государства. А теперь еще и Крым добавился, а там, понимаете, больше страна стала, а там тоже есть национальности, там тоже в этом нуждаются. А как ты тоже поедешь? Я была там. А ну, а спусты? Обязательно поеду, обязательно поеду. То есть, знаете, я уверена, что это будет тоже большой всплеск и, как такой эмоциональный, знаете, всплеск радости. Это такое очень важное историческое событие, когда ты находишься вот среди этих людей и понимаешь, что их тоже никто не заставляет не выйти на улицу, не кричать. С грудничками, с колясочками, понимаете, все говорят на одном языке, при этом имеют свой родной, коренной, допустим, те же крымские татары, греки, там кого только не было, понимаете, немцы, украинцы, русские. Но, тем не менее, мы все друг друга понимаем, нам никому не было тесно. Но вот эта волна патриотизма и единения уникальная. Это уникальная. Я только по рассказам могла такое состояние вспомнить и по картинкам, по каким-то иллюстрациям, по фильмам документальным, как во время 45-го года, когда победили войну Великой Отечественной, когда этот фашизм был уничтожен, а он сейчас там возрождается. Это ужасно, понимаете. И вот это ликование, оно было сейчас там. Я сама свидетель этого. Пока. 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 Пока.